В Наринмаре в режиме видеоконференц-связи прошло заседание оперативного штаба по профилактике коронавируса на территории Нинецкого округа. В ходе заседания оперативного штаба, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Нинецкого округа Юрий Бездудный, из своего кабинета в режиме видеоконференц-связи были обсуждены самые актуальные вопросы повестки дня по профилактике опасной инфекции на территории региона. Но сначала о главном, о готовности учреждений здравоохранения округа к приему больных, зараженных коронавирусом. Развернуты уже койки, 60 койек, они готовы к приему пациентов. У нас 33 койки с подачей кислорода, 17 койек – это центральная подача кислорода, 10 койек мы поставили баллоны, где можно это подавать, и 6 у нас концентраторов, которые преобразуют воздух кислород. Итого 33 койки с кислородом, 18 койек без кислорода и 9 койек развернуты в оперблоке реанимационных. В принципе, мы готовы к принятию пациентов. И мы перепрофилировали, раньше мы рассматривали туб-диспансер, где создали койки, но учитывая, что там отсутствует кислород, мы все перепрофилировали на детское отделение окружной больницы. Это здание отдельно стоящее, оно полностью на сегодняшний день освобождено. И оперблок, он находится в главном корпусе, на верхнем самом этаже, он тоже сегодня готов. Там все оборудование стоит, эти палаты готовы к приему пациентов? Да. Когда мы сможем их посмотреть? Сможем завтра выехать и посмотреть на эти койки? В любое время они готовы к приему пациентов. Принимается. Сергей Сверидов доложил также о поступлении в округ медицинских масок в количестве 90 штук и 1000 литров дезинфицирующих средств. Он заверил оперативный штаб и в обеспеченности соответствующими антивирусными средствами стационаров больниц и аптек. Шла речь и о соответствующих доплатах медицинским работникам. Один из острых вопросов, как ограничить появление на улицах учащихся, находящихся на самоизоляции, и продолживших на этой неделе дистанционное обучение. И как сделать это дистанционное обучение качественным? У нас с вами особый режим введен по школам. И дистанционное обучение действительно предполагает не передачу школьникам заданий, в какой книге что прочесть, и все, и забыли при этом о школьниках. Дистанционное обучение предполагает диалог учителя с учениками на удалении. Но уж никак не передачу этой информации, просто сбросили, какие книги читать и все. И после этого дети через 10 минут действительно гуляют по улице. Глава региона также дал поручение департаменту образования прибегнуть к положительному опыту, который наработан в других регионах. В связи с наличием многочисленных номеров телефонов, по которым предлагается жителям округа обращаться в те или иные службы в условиях пандемии коронавируса, и которые просто невозможно запомнить. Юрий Бездудный предложил. У нас есть один телефон, состоящий из трех запоминающихся цифр. Это телефон 112. Предлагаю замкнуть все вопросы по коронавирусу именно на службу 112. Предложение было принято в оперативном порядке в работу. В ходе заседания оперативного штаба было высказано немало предложений о смягчении ограничительных мер в условиях повышенной готовности. В частности, мэр города Олег Белак предложил снять ограничения на льготы на проезд в общественном транспорте на Ринмара. На что руководитель департамента здравоохранения Сергей Свиридов категорически возразил, поскольку данная мера была установлена с тем, чтобы пожилые люди оставались дома в режиме самоизоляции. Ведь именно они в первую очередь подвержены заражению коронавирусной инфекцией, причем чаще других со смертельным исходом. Точку в дискуссии поставил в Рио губернатора. Сейчас мы по сути предложили отменить все эти меры. Давайте откроем бани, давайте сделаем по-прежнему льготный проезд, разрешим малому бизнесу работать. Коллеги, это только потому, что у нас нет коронавируса. Безусловно, мы будем исходить из целесообразности, будем мониторить санитарно-эпидемиологическую ситуацию и принимать ситуативно какие-то меры. Но сейчас возвращаться к тому периоду до, скажем так, появления коронавируса тоже не хотелось бы. Давайте очень аккуратно будем применять все эти меры. Добавлю оперативный штаб о профилактике коронавируса в Ненинском округе работает в круглосуточном режиме.